У нас просто мощностей не хватает таких, чтобы такие поля обработать нормально и всего лишь. У нас получается, что каждый сам по себе работает и каждый сам по себе убирает. Вот и все. Мы говорим о том, что мы убрали много, а вот сделать мы еще не можем. Так зачем столько полей-то набирать-то? А ты кушать-то хочешь хлеб или не хочешь, говорит, кушать, а? Почему-то говорят, надо больше зерна. Ты-то идешь на хлеб, каждый день булку покупаешь. А где его брать-то? Да, пожалуйста. Вы сейчас как раз недавно там разговаривали по поводу пожогов на полях. У нас сейчас уже вышли степанки, вы тоже прекрасно о том знаете. И я как бы езжу к красному поляну. Там они не жгут поля, они применяются как-то другая технология. Они рассматривали применение другой технологии по поводу перемалки этого стена и потом пересхакивания двух землевых. Вы видели у них урожай? Видели у них урожай? Поначали педу, у них были поля, они захаривали очень сонные. Ну что, так у них урожай, какой у них урожай в этом году? Скажите, пожалуйста. Это все будет, наверное, показателем, потому что нет счет, когда не лапит. А посмотрим, в следующий год посмотрим, что они получат в таких полях. Нет, это даже слабо. Они тоже выжигали, они частично выжигают, частично выжигают, частично не выжигают. Вододымский собожок, я видел где-то жгут. Валерий Андреевич разложил героя. Вчера, они все расстояли, говорят сейчас. Нет, нет. Да, все жгут поля, все жгут поля. Мы пробовали, мы работали. Просто вообще получается очень плохо. Затратно или? Нет, не затратно. Во-первых, для того, чтобы переработалась солома, надо не менее 35-40 кг азота. Понимаете? Нет. Микробы не работают. Кто не скан, не знает. Так понятно. Микробы не работают без азота. Нужен азот дополнительно. Значит, нужно вносить дополнительно на эту пашню еще 30-40 кг азота. Чтобы она перегнила. Да, чтобы она перегнила. Понимаете? Нет. Значит, те поля, я вам литературу подниму и покажу. Те поля, которые оставлены соломой, или она измечена, или в каком-то виде. То есть, если мы вносим 1,5 цента аммиачной селитры и 50 кг аммофоза для того, чтобы получить такой урожай, то там нужно вносить еще 50 кг, то есть 2 цента аммиачной селитры внести, для того, чтобы разложилась эта солома и еще получить урожай. Потому что то, что она будет разлагать солома, она с почвы возьмет этот азот, а растение не достанется. То есть, просто это более затратно? Конечно, конечно, конечно. Скажите, а рапс как влияет на почву, когда выращивается рапс? Вот я слышал такую версию, что рапс истощает эти почвы. Нет, ну он, конечно, в растениях же это не соломина, которые одно зерно, а то видели, какой рапс? Мы сеем его в этом году, мы собрали 1660 тонн зерна рапса. Мы сеем, конечно, по тем полям, которые... Я слышал, что по соотношению с пшеницей, то есть пшеница не так... Выносит минеральное питание, как рапс. Рапс очень вытягивает, соответственно, почва становится скуднее. Нет, не скуднее, нужно больше удобрения вносить. Но, однако, и стоимость одного центра рапса, и стоимость одного центра зерна очень разная. И в настоящее время даже при покупке удобрений под рапс, которые необходимы он вынесет, мы окупаемся, стоимость одной тонны зерна рапса 50 тысяч, стоимость одной тонны пшеницы 14-15 тысяч. Для того, чтобы получить отдачу эту, нам достаточно, если мы получили даже... В этом году мы получили 28 центров зерна рапса с гектара. Мы получили 50 тысяч центров пшеницы с гектара. Однако 50 центров пшеницы не закрыли то, что мы получили 20 центров 8 рапса. А по суммарным выражениям отдача с гектара получается в 4 раза выше денег получишь. Рапс востребован в России? Да, конечно, не в России, а за рубежом. Это, во-первых, белок для животных, который очень ценный в этот раз. Даже по нашему хозяйству, если привести, нам надо в месяц тысячу тонн белка. Мы покупаем или подсолнечный шрот, или рапсы можно готовить. Мы готовим. Продолжение следует... Продолжение следует...